На еженедельном городском собрании был рассмотрен вопрос о восстановлении благоустройства на территории города Чпоксары после производства земляных работ по ремонту коммуникаций. По поручению Алексея Ладакова, постановлением администрации города Чпоксары еще в 2018 году утвержден регламент ограждений. Это требование распространяется на всех участвующих в процессе выполнения земляных работ. Всех без исключения. Еще раз повторяю, муниципалитет здесь должен быть примером. Мы должны говорить, вот городское предприятие, теплосеть, городское предприятие, водоканал, троллейбусное управление исполняют требования постановления. Берите с них пример. И после этого будем требовать остальных. В график восстановления благоустройства после работ, проведенных в осенне-зимний период 2019-2020 года, включено 457 адресов. Уже сдано 170 объектов. Приводят территорию в нормативное состояние муптеплосеть, водоканал, коммунальные технологии, горсвет, филиал «Газпром», газораспределение «Чебоксар», «Ростелеком», «Чебоксарское троллейбусное управление». Акционерным обществом водоканал проводятся работы на шести участках города. На всех участках используются как постоянные, так и временные ограждения. Мы должны огораживать. Эту работу любая ресурсонабжающая организация должна выполнять по ордеру. Есть проект производства работ, на котором указывается, как должно быть ограждение обеспечено этой площадке, чтобы предотвратить попадание посторонних лиц траншеи. То есть траншея, если она более одного метра глубиной, огораживается уже постоянным щитом, глухим щитом, не менее высотой полутора метров. Значит, если траншея менее одного метра, она ограждается небольшим штакетником 0,5 метра, чтобы просто предотвратить доступ. В утвержденном рекламе указано, что при ограждении работ по восстановлению благоустройства окраску необходимо проводить не реже одного раза в год. А если площадь разрушения превышает 20%, конструкцию вовсе необходимо заменить. Запрещается использование сетки рабицы, железобетонных и деревянных секций. В качестве рекомендаций и размещения на счетах чертежей, пояснительных записок или иных материалов, которые проинформируют жителей о проводимых на участке работах. С целью обеспечения безопасности производимых работ ограждения есть в большинстве случаев, но эти ограждения, хочется, чтобы они выглядели красиво. Не обращают на это внимания или мало внимания этой стороне вопроса уделяют, и поэтому используют наиболее дешевые виды ограждений. А про дешевые виды ограждений это самодельные ограждения зачастую там, либо доски, либо еще какие-то отходы строительной деятельности. Все восстановительные работы планируют завершить ко дню республики.